Господа, Антонио с вами. Сегодня я поделюсь с вами тремя способами носить шарф как настоящий мужчина. Да, как мужик. Я знаю, многие из вас ищут в интернете, но вы хотите, чтобы это выглядело по-мужски. Так что начнем. Первое правило. Когда ты носишь шарф, обращай внимание на функциональность. И второе правило. Это эстетичность. Конечно, важно, как это выглядит, но функциональность в любом случае на первом месте. У меня для вас сейчас подготовлены три способа, но у меня есть намного больше. Целая инфографика прямо тут по ссылке. Зацените 11 способов носить шарф. Но я знаю, ребята, что вы ищете. Те самые три способа простые, чтобы держали тепло, чтобы не развязывались. Так что давайте перейдем к делу. Номер один. Парижский узел. Немного о выборе шарфов для этих узлов. Длина, плетение и материал будут оказывать ощутимый фактор. Об этом я расскажу в конце видео. Но именно в этом случае я выбрал шарф по длине. Этот пример имеет около двух метров, потому что для парижского узла желательно такой шарф. Его завязать очень просто. Просто складываем его пополам, обматываем вокруг шеи и завязываем его прямо тут. Довольно просто. Довольно просто, но если вы, ребята, не поймали фишку, то можете посмотреть на инфографику, там шаг за шагом объясняется. По мне так, это самый простой способ. И он отлично справляется со своей работой. Он сохраняет мою шею в тепле. Он отлично подходит для длинных шарфов. Хотя многие ребята не пользуются таким узлом. Они просто наматывают шарф на шею один или два раза. Они, может, даже не догадываются, что они завязывают узел. Так что, ребята, парижский номер один в моем списке. Давайте сейчас замотаем обратный узел. Он немного более модный, хотя довольно редкий. Для такого узла у меня есть шарф где-то полтора метра длиной. Может вам понадобится шарф длиной 1,6 метра, чтобы замотать такой узел, но точно не длиннее. Что мне нравится в этом шарфе, это его ширина. Примерно 25 сантиметров. Хорошо. Обратный узел. Я начну здесь. Делаю один оборот. Очень просто пропущу оба конца вовнутрь. Довольно просто. Мне нравится этот узел своей функциональностью. Он будет сохранять шею в тепле. Он не будет развязываться. Очень функциональный узел. Я могу подтянуть немного, и он будет держаться столько, сколько мне надо. Так что, если мне придется идти час или два, этот узел будет держаться отлично. Третий способ – это свободный узел. Чтобы завязать такой узел, надо, как и в парижском узле, сложить шарф пополам, обернуть вокруг шеи, взять один конец, продеть сквозь петлю, затем повернуть петлю и продеть второй конец в петлю. Затем я немного поправлю. Очень просто. Все варианты, которые я продемонстрировал сегодня, работают с более длинными шарфами. Если у вас более короткий шарф, что-то около 130 сантиметров, то, возможно, вам подойдут другие узлы, которые вы можете найти в моей инфографике. Вот по этой ссылке. Или вы можете посмотреть мои другие видео, где я рассказываю о семи способах завязывать шарфы. Я был бы рад услышать от вас в комментариях, какие, по вашему мнению, самые мужские узлы из тех, что я показал. Какой ваш самый любимый? Дайте мне знать. Я почитаю ваши комментарии. И если вы еще не скачали, то скачайте приложение RealMan RealStyle. Причина, по которой вам стоит скачать себе это приложение, это потому что все варианты узлов, которые я показал, есть в нем, изложенные в инструкции пошагово. Вы можете пролистать их пальцем и выбрать самый подходящий способ. Вы сможете получать всю эту информацию очень просто и быстро. Джентльмены, увидимся в следующем видео. Берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok